Что спонтанность, ну это же проблема зрела. И тут проблема же не в угле и не в контрабанде. А проблема в отношении к территориям и юридического определения этих территорий. Вот вы вначале сказали, оккупированные территории, ну с юридической точки зрения, они же не оккупированные, они временно неконтролируемые. Я вначале употребил и слово война, но... Да, нет, даже президент говорит, оккупационные войска стоят там, но территория-то не оккупированные официально. Вот господин Георгий Тука говорил о том, что вот нет уважения к закону, надо к закону применять. А он у нас не действует, закон. Вот даже если бы хотели, так сказать, закон применить, не могут применить закон. Его в голове нету. Потому что, когда вы говорите о том, какие будут экономические сдержки, вам депутат говорит, а у нас же война. Так подождите, она юридически оформленная война или нет? Подождите, нет, я секунду, вы людей спросили или нет? Будут поддерживать они? Может они не хотят жить в мире, а не в войне? Может они не хотят идти на жертвы? Если будет юридически сказано, что это война, что это оккупированные территории, тогда люди будут знать, да, мы потерпим там 4 года, как Великую Отечественную войну. Но надо же понимать другое. Что таких войн сейчас абсолютных нету. Сегодня войны в мире такие, как АТО. Это тоже война, только полицейская война. Она ведется военно-полицейскими силами. Это военно-полицейская операция. Действует не военное право, а полицейское право. Если это признавать войной, то тогда Плотницкий и Захарченко это легальные враги, между прочим. С ними надо и договариваться иногда, переговариваться и так далее. А если это АТО, то они террористы, с ними никаких переговоров нет. Понимаете, вот же в чем проблема. Поэтому блокада зрела, потому что надо с этими территориями определяться. Далее, я скажу свою точку зрения теперь. Блокада не блокада, надо нам отказываться от них. Я говорю, вот мы признаем их оккупированными территориями. Так, делаем границу, отрезаем и так далее. Дальше что? Мы говорим, значит и в России понимают, что раз они оккупированы, значит мы готовимся к военной деоккупации этих территорий через какое-то время. Дальше идет какой шаг? Они признают эти республики независимыми. Они признают независимость республики. И по просьбе, как независимые субъекты, по просьбе их просьбе, будут введены российские войска на официальных условиях. И все. И это надолго закроет проблему. Вот она будет отрезана, но уже не столько нами, сколько Россия ведет туда войска, и они будут эти войска стоять. Вот по линии АТО сегодня, по линии соприкосновения, рядом с Харьковом и так далее, и так далее.